Всем позитивного времени суток, дорогие друзья! Вы на канале Evil Fluff, и сегодня мы продолжим тему старта и заработка для новичков на новом сервере. Пристально посмотрим на королевский континент, и рассмотрим с чего можно стартовать, как заработать стартовый капитал, как его можно, так сказать, крутить и приумножать. И я согласен, что у многих уже есть свои способы заработка, которые намного профитнее и эффективнее, и прибыли приносят больше. А можно вообще пойти в черные земли и сделать 20, 30, может больше миллионов за час. Я же предлагаю вам ознакомиться с данными способами и методами для общего развития, а также как один из вариантов возможных действий. На самом деле вариантов старта огромное множество, и все они действенны по-своему и подходят под свой стиль игры. Видео выходит в разрез всех планов, поскольку в момент создания и записи материала первой части про Авалон, часто возникали вопросы от новичков, как и с чего лучше стартовать. С теми, с кем общались в Гильдии или в Дискорде. Видео будет разбито на три части для вашего удобства, не считая таймкодов. Старт и знакомство с Королевским континентом. Знакомство с фракцией и способами заработка на данной активности. И торговля с перекупством и ихними активностями. Итак, давайте начинать. В самом начале проходим стартовое обучение и заходим вот в такое зеркало, рядом с которым стоят маги. Это место экспедиции, где в самом начале нам доступен третий тир в стартовых городах. В дальнейшем с ростом мощности мы будем открывать доступ к четвертому и пятому тиру таких экспедиций. На самом деле, не важно какой тир проходим, разница лишь в количестве серебрушек по итогу, до 5000 максимум. И сумка с Королевским знаком, что и нужен нам для крафта. За ним-то мы и идем. Внутри нас будет ожидать прямой коридор и два боссика, промежуточный и финальный. Можно проходить экспедицию третьего тира для скорости и получать мешочек в конце, открыв который, мы получим рандомный знак от четвертого тира до восьмого. На старте неплохо может помочь, особенно при выпадении знака седьмого или восьмого тира. Но даже четвертый поможет нам купить предметы третьего тира и пойти качаться дальше, не избавляя наш темп развития. Вход в такого рода экспедиции будет ожидать нас во всех городах Королевского континента и стартовых городов. В последующем можно проходить экспедиции третьего тира за 5-8 минут, в зависимости от карты и билда, иногда скипая ненужных нам мобов. Заниматься данными действиями или нет, решать только вам друзья. Если планируете заняться созданием предметов, то лишним точно не будет. На Королевском континенте нас будут ждать локации синего, желтого и красного цвета. В синих локациях нет пвп, не считая фракционных варов, о которых мы поговорим позже. Ресурсы, что будут нам встречаться, максимум четвертого тира в синих локациях. Здесь мы сможем спокойно прокачать собирательства до четвертого тира, а также погулять по одиночным подземельям, прокачав наши предметы и открыть ношение до четвертого тира предметов. После чего экипируем их. Ссылочка с роликом о билдах для старта будет в описании, где вы заранее сможете ознакомиться с видами оружий, на которых можно комфортно и недорого стартовать. Дальнейшее же их развитие смотрите в плейлисте билды на канале. Также прокачиваем ветку на летчика до четвертого или пятого тира. Просмотреть весь прогресс можно будет в доске достижений, с которой нас ознакомят на стартовом острове. Если вам нужно ознакомиться с ней подробнее, пишите в комментариях, и мы подробнее рассмотрим ее, возможно, в отдельном ролике. При игре с друзьями у нас будет возможность проходить групповые подземелья, которые будут выглядеть как зеркало, что мы уже встречали в городах с экспедициями, и входами в статические подземелья. Они есть на некоторых картах, сделанных в стиле монстров, что там обитают. Еретики, Нежить, Хранители и Морган. Можем чистить как сверху, так и спускаться в сами катакомбы. В отличие от групповых подземелий, статичные подземелья не пропадают и не перемещаются, а находятся на одном месте с постоянным респауном мобов в них, а также периодическим сплочением, когда монстры в подземельях повышают свое, скажем так, качество, прокая в более мощных, что приносит больше серебра и славы при их убийстве. После чего спокойно переходим в Желтые земли, где нас ожидает ресурс и соло подземелья пятого тира, и вход в карабты на уровне сложности Охотник, для входа в который нам потребуется 800 ИП, так называемой мощности предметов. Поражения в проклятом подземелье приведут к нокдауну, при котором мы встанем на коленке и нас выкинет из карабта. При нокдауне мы не потеряем предметы экипировки и содержимое нашего инвентаря. Также, ПВП на Желтых локациях приводит к нокдауну со всеми вышеперечисленными последствиями. Ну и конечно же, группики со статиками более высокого тира, а также блуждающие огоньки, благодаря которым мы сможем попасть в Желтую мглу, где мы сможем весьма быстро и эффективно нафармить не только серебра со славой и ресурсами, но и репутацией Брасиллиона. Благодаря которой, при смене звания с нейтрального, мы сразу же получаем доступ к самому городу Брасиллиону. Однако, ожидать большого количества цветного ресурса в мгле не стоит, как и задерживаться в них надолго. Как завершение красной локации, в которых нас будут ожидать одиночные подземелья 6 и 7 тиров, а также ресурсы 6 тира. Но и ПВП приводит к смерти с потери предметов и содержимого инвентаря. Открыв карту мира, перед названием локации мы увидим римскими цифрами обозначения тира данной локации. Внизу карты, где скрещены метчики, мы увидим, сколько игроков с включенным ПК режимом находится на локации. Для того, чтобы включить ПК режим, нам нужно переключить щиток возле иконки нашего персонажа на метчики. И обратно, в случае необходимости. Внимание, игроки, включившие ПК режим, отображаются не сразу. Так что будьте внимательны на данных локациях. Без включенного ПК режима, два игрока не смогут друг другу наносить урон, если только они не под фракцией. Включенный звук в игре поможет вам услышать спешивание или звук боя до того, как вы увидите их. А также на краю экрана увидите ник игрока. Желтая полоска, которая внизу здоровья эманы, будет отображать здоровье ездового животного. И по ней можно будет понять, на ездовом животном наш противник или нет. Здесь же найдем вход в карабты на уровне сложных. Это потребует от нас 900 единиц мощности предметов. Для входа на убийцу нам потребуется уже 1200 мощностей и 100 тысяч очков инфейма. Посмотреть их можно будет в параметрах. Проходя экспедиции, одиночные или групповые подземелья, при игре с друзьями конечно же. Можно вполне успешно и эффективно открыть доступ к нужным нам предметам 4 и 5 тиров или выше. И сделать стартовый капитал в виде как минимум 200 тысяч серебра. Это будет вполне достаточно, чтобы переходить к последующим этапам. Пара слов о билдах для комфортного старта и фарма рандомных групповых подземелий. В синих землях для группы новичков от 3 человек нам нужен будет танк, хиллер и демедж дилер. ДД по простому. И если ДД может позволить себе стартовать с предметов 6.0 экипировка и 5.0 оружия или их эквивалент, то танку и хиллу нужны предметы 7.0 тира и выше или их эквивалент. Сразу хочу сказать, что эквивалентом называют соотношение тира предметов и их зачарования. К примеру нам нужно взять предметы 7 тира. Но логично, что на старте мы попросту не можем их носить. Значит одеваем предметы с зачарованием 4.3. Каждая единица зачарования соответствует плюс 1 к тиру предмету. И вуаля у нас 7.0 предмет. А точнее его эквивалент, что необходим нам для похода. И тут у каждого свои взгляды и предпочтения. Подробнее узнать о билдах для группового фарма можно в рубрике «Вся правда о донжах» и «Прибыли с них. Групповые карты». Данные варианты можно использовать и для фракционных войн, захвата регионов или их защиты при игре в группе от 3 человек и более. Один из вариантов сборки – Блейза для ДД. В билде самое дорогое – это Пылающий Посох. Но со временем он себя окупает и зарабатывает. На повышение его уровня зачарования насобираем душ и реликтов, проходя статические или групповые подземелья. На голову берем капюшон убийцы со способностью медитация, что позволит нам быстро восстанавливать наши способности после их применения. Пассивка «Гармония разума» для повышения защиты и урона. На тело мантия клирика с бессмертной душой, что даст нам защитный шар на 3 секунды, благодаря которому будем игнорировать любой урон, а также повысим свой урон на 20%. Внимание! Для его срабатывания нам нужно получить урон в течение 1,5 секунды, урон от которого пройдет полностью в нас, после чего появится бабл. Пассивка на агрессию для повышения нашего урона. На ноги берем королевские сандалии со способностью безрассудный бросок, что повысит наш урон, но снизит защиту. При необходимости можно переставить на кувырок для дополнительной защиты. Пассивка на агрессию. На пылающем посохе берем на Q. Пылающее поле, что нанесет урон и оставит пылающий след, нанося урон пачке мобов. На W стремимся к огневой артиллерии. Пока не прокачали ношение, бегаем с тем, с чем удобно или удалось открыть, или больше нравится. Хорошо заходит как альтернатива яростная вспышка. Неплохой урон, плюс поджог противников. Е. Огненный вихрь. Просто хороший урон по большой площади. Пассивка энергичность. Как откроется? Если вдруг не хватит маны, можно и с руки попинать мобов. Плащ города Лемхурст, чтобы горя с манной не знать. Из еды омлет с курицей. Начинаем с третьего тира. И по мере прокачки наших финансовых возможностей, переходим на пятый и седьмой соответственно. Банки гиганта третьего тира. Танк имеет множество вариантов, которые мы будем с вами рассматривать. Или уже возможно рассмотрены в групповых картах. Но в данный момент начнем с танка через ведьмовской посох. На голову берем шлем солдата со способностью блок, что даст нам защитный шар на 2,5 секунды от всего урона. Пассивка на устойчивость для повышения нашей выживаемости. На тело берем броню хранителя со способностью аура бессилия, что создаст ауру вокруг нас. Все противники попавшие в радиус ее действия замедлятся, а их урон будет снижен на 60%. Но также снизит наш урон на 15%. Латная броня обладает двумя пассивками, что можно выбрать. Первую берем на устойчивость для повышения защиты и опять-таки нашей выживаемости. Вторую защитный инстинкт, что повысит нашу генерацию угрозы для монстров на 400%. На ноги любые латные сапоги, что хотим покачать с омолаживающей пробежкой и пассивкой на устойчивость. Плащ города Люмхурст, иначе сильно по мане проседать будем. Если не выдерживаем агрмобов в группиках, по картам меняем плащ на города Бриджвач. В левую руку берем щит для повышения нашей защиты и агрмобов. И гида звезд обладает большим уровнем угрозы и неплохой защитой, но вместе с тем повысит наш расход манны. Из еды берем сэндвич 6-го в дальнейшем 8-го тира для повышения здоровья. Банки на энергию 2-го тира. На ведьмовском посохе берем на Q цепной снаряд, что нанесет урон 3-м целям и вешает на них мистические заряды, что нанесут дополнительный урон при нашей последующей атаке. На W берем загадочный клинок. Состоит из двух частей. Первой наносим урон в зоне конуса перед собой. Вторая часть способности позволит нам телепортироваться в выбранную нами точку. Еще и приноровившись к способности сможем доджить урон противников, ловя его в 0,2 секунды невосприимчивости при телепорте. Е. Черная дыра. Наша так называемая стяжка, что позволит собирать нам мобов перед заливкой фаера в кучу. И нанесение максимального дамага. Пассивка энергичность, чтобы по мане не проседать. Собираются мобы примерно так. Прожимаем тело, сапоги, врываемся в комнату собирая всех. Затем даем нашу Q, после чего стягиваем всех Ешкой и даем нашу Вшку по всем. Затем телепортируемся в уголок и прячемся в наш шлем с блоком. Пока хил нас подхиливает, пережидая ауешные способности противника. Мобов нужно отворачивать от своих товарищей, чтобы в них не летели ауе способности мобов. Хиллер же имеет несколько вариантов сборки. Подешевле. Плащик города Люмхурс. На голову берем могильный шлем со способностью сжатва, что позволит нам ценой своих 15% здоровья восстановить 25% от максимального запаса здоровья цели. Пассивка на устойчивость. На тело мантия клирика с бессмертной душой и пассивкой на агрессию. На ноги любую кожу, что хотим покачать с бодрящей пробежкой и пассивкой на гармонию разума. На священном посохе берем на Q, священная вспышка, что исцеляет союзников в определенной области. Пока не открыто, бегаем с тем, что есть. На W божественный луч, сугубо для танка, что стоит в блоке, когда его зажали в укромном уголке. Е, отчаянная молитва для союзника, который уже почти упал на коленки, но еще не совсем. Поможет реанимировать его здоровье или просто повысить бонус своего исцеления, если у исцеляемого союзника более 40% здоровья. Пассивка энергичный целитель, приноровившись которой мы сможем значительно повышать свой показатель исцеления в критические моменты. Нужно также приловчиться к пассивке. В левую руку небесная кадила, что значительно повысит наш хил, но вместе с тем понизит нашу защиту. Еда омлет седьмого тира на восстановление способностей. Второй вариант немножко дороже, но и намного эффективнее, хотя и требует уже какой-либо сноровки при игре за данный билд. Но также ускорить зачистку подземелий. На тело берем королевскую куртку со способностью королевское знамя, что повысит автоатаку и самое главное восстановление способностей для себя и союзников рядом. Нашего дд в частности. Пассивка гармония разума поможет уменьшить порезку брони от кадила, как и шапка. Билды на танка и хила также неплохо играются в зачистке форпостов и захвате регионов при игре в 3-4 человека. О фракции и заработке на ней поговорим далее, как и о ее активностях. После всего проденного и пережитого, а также прокачанного, мы сможем смело вступать в доблестные ряды фракции выбранного вами города. Для этого нам потребуется как раз таки 157 тысяч набитой славы и экипировка в 700 мощности предмета. Посмотреть, которую мы сможем открыв наш инвентарь и нажав на треугольник в углу, как показано на экране. После вступления и включения боевого режима мы с вами будем получать очки фракции за все действия, что будем выполнять. Будь то сбор ресурсов любого тира, убийство мобов на локации, в одиночных подземельях или групповых, походы в статике. Сюда разве что не входит сбор на собственном острове картошки и кукурузы на самогон. Статус не позволяет в открытую поощрять занятия такого рода. А также крафт предметов и кулинария не принесут нам очков, как и любые другие занятия в городе. Отдельно хочется выделить захваты региона, для которых нам нужно захватить все форпосты на локации. После чего начнется захват. Ползунок с цветом нашей фракции в центре экрана вверху. В таком способе заработка, бегая по синим, желтым и красным землям, мы будем получать фракционные очки за захват форпостов. За захват региона, когда ползунок будет полностью белый или регион перейдет под контроль нашей фракции. А также за убийство фракционных игроков другой фракции. Ну и за героическое самопожертвование при защите наших форпостов, когда захватывает вражеская фракция. За защиту фракции нам дают больше всего фракционных очков. Отдельно хочется сказать про атаку бандитов. Она проходит в красных землях. Все форпосты захватываются карлеоном и переходят под их контроль. Нам же нужно за час захватить вместе со своей фракцией как можно больше форпостов и регионов. Под контроль нашей фракции. За отведенное время. Помимо прочих наград, еще и даются очки фракции, благодаря которым наша фракция занимает место в рейтинге. По истечении ивентового времени мы получим награду в очках и тому подобное. Можно участвовать даже в соло. В группу нас примут без проблем. Одеться поначалу вообще можно в 4.0 предметы. Зато не страшно в случае смерти. Не обязательно бегать весь час. Можно побегать с первой волной и позахватывать форпосты по возможности. И после первой же смерти не бежать вновь в красные. Или вовсе заниматься другими делами, сняв себя в фракции. Очки мы все равно получим. Это в двух словах для новичков о том, что там происходит, не вдаваясь в глубокие материи и аспекты. Я не думаю, что у кого-либо возникнут проблемы с фракцией и ее активностями. Способов заработка очков огромное множество. Не напрягаясь, можно фармить мобов и боссиков на локациях во время сбора ресурсов. И неплохо зарабатывать таким образом. Для игроков с максимальным уровнем пацифизма. С форпостами и регионами также собрались группой из трех друзей минимум и пошли. Достаточно танка и хила. Билды для примера вы уже видели. ДД может выбрать, что ему больше по душе, лишь бы урона побольше. Или собраться и пойти гангать перебойщиков сердец, получая половину их перевозимого груза. А вот как зарабатывать на фракции мы сейчас рассмотрим детально. Во-первых, просто покупка сердец фракции за очки и их последующая продажа на аукционе. Фракционная перевозка. Тут все сложнее. Нам потребуется маунт с большой грузоподъемностью и хорошими защитными характеристиками. На данный момент хорошо зайдет фракционный белый медведь пятого тира. Города Форт Стерлинг. У него высокие показатели физической и магической защиты, а также высокая устойчивость к контролю и здоровью. Мишка восьмого тира вообще идеал. Но также есть и минус. Если нас спешат, то нас придавит всем весом переносимого груза и мы будем стоять на месте. Такое тоже вполне возможно. При встрече с фракционной пачкой, которая либо захватывает регионы, либо специально стоит и гопает фракционных перевозчиков. Я перевозился в разное время и тут есть три момента. Во-первых, во время атаки бандитов. Все тянутся в основном в красные земли и во всяком случае я еще ни разу никого не встречал в данный момент. После того, как захватила регионы наша или вражеская фракция, небольшое затишье, тогда тоже относительно спокойно можно перевозиться. Разве что собирашки попытаются толпой запинать. Третий вариант под шумок. Пока идут фракционные войны, разминаясь с блобами. Но тут сугубо на милость всем известной госпожи и ваш характер. Всего есть три вида перевозок. Условно, малое, три фракционных сердца для начала миссии. И четыре сердца мы получим в конце. Среднее, чтобы начать требуется семь сердец и по итогу получим девять. И большая, 15 сердец для старта и 18 мы получим по итогу. Тех фракций, в которые мы везем наши сердца. Также есть, так сказать, дальние перевозки. К примеру, с форта Стерлинг в Мартлак и обратно. За что мы уже получим по итогу 21 сердце. Напоминаю, той фракции, в которую везем сердца. На самом деле, данное мероприятие на любителя. Но можно возиться под аудиокнигу, слушая музыку или сериальчик. На чиле не особо напрягаясь. После перевозок продаем сердца на рынке. Или же можем скрафтить плащи, благодаря которым мы получим еще больше профита. Но тут нужно прыгать по городам, сравнивать цены. И смотреть, что и где выгоднее крафтить и продавать. Нам потребуются готовые плащи, нужного качества и зачарования. Сердца и гербы той фракции, которой мы хотим создать. Плащи. Но это для общего развития и понимания. Заниматься таким или нет, каждый решает сам для себя. К слову, сердца мы можем просто купить на рынке и не обязательно копить на них очки фракций. Для перевозок я же использую такой билд. Оседланный белый медведь, что обладает высокими защитными свойствами и сопротивлением к контролю. Это не значит, что его невозможно спешить, но весьма затруднительно. Конечно, если не нарвемся на толпу для ганга перевозчиков, тогда спешит довольно быстро. Плащ любой, но я беру накидку города Мартлок с ограждающим щитом. На голову шлем хранителя с ограждающим щитом для снятия дотов. Пассивка на устойчивость. На тело броня хранителя с аурой бессилия и пассивкой на устойчивость. Вторая пассивка сокрушение духа, чтобы не агрить случайно лишних мобов. На ноги берем те сапоги, у которых больше всего прокачана мастерка, ведь они влияют на грузоподъемность. У меня это хранитель со способностью гигант. В руки берем священные скипеты, повышая тем самым наше сопротивление к контролю. Почему именно такой набор предметов? Это для того, чтобы броня и сопротивление предметов, а также бонусы к повышению устойчивости контроля действовали и на нашего маунта. Подробнее о броне с разбором маунтов и механиками их работы в следующем видеоролике. Булаву же в правую руку нам нужно взять на вышке обманный удабр и ешка дальний прыжок для выпрыгивания из-под АОЕ противников. Но это лишь в том случае, если перевозимся на маунте с пассивкой грузоподъемности. С перевесом прыгнуть не выйдет. Напомню, что качество предметов мы сможем повысить в ремонтной мастерской для получения более высоких характеристик предмета. При росте нашего фракционного звания мы будем получать доступ к новым фракционным гербам и фракционным детенышам маунтов 5 и 8 тира, которых сможем выращивать на нашем острове, если такой имеется в наличии. Ссылочки на ролики для ознакомления с маунтами и островами оставлю в описании. Прибыль в таких случаях сейчас при выращивании животных 8 тира весьма ощутима. 5 тир стремительно падает в цене и не уверен, что будет актуально на момент выхода ролика. Все будет зависеть от того, какая у нас фракция и как часто нам будут приноситься детеныши. При проке даже одного детеныша 8 тира прибыль весьма ощутима. Или можем вовсе не заморачиваться, а закупать гербы фракции, прыгать в город с самой высокой ценой на них и выставлять заказ на их продажу. Там при перемещении мы платим за вес предметов, а потому что они очень легкие, цена копеечная и однозначно стоит сэкономленного нами времени. Также при игре с друзьями мы сможем пойти под фракцией и половить перевозчиков. В таком виде активности мы сможем получить до 50% перевозимого ими груза сердец. Для такой активности новичкам неплохо иметь группу от 3 человек и более. Я согласен, что многие и соло пешат и забирают груз, да. Но учитывайте то, что у вас прокачанное ношение и возможно мастерки. Я же говорю о комфортном проведении активности в предметах 5.0. Если вам будет интересно, то пишите в комментариях и мы там все обсудим или будет отдельный ролик о данной активности и билда для ее проведения. Друзья, тема довольно обширна и ролик и так до неприличия длинным получился. А потому рассмотрим Корлеон, торговлю на рынке, перевозки в Корлеон и крафт в следующем ролике. Который будет после того, как мы познакомимся с маунтами, механикой их работы, брони и обраток. А также изменений в устойчивость. Надеюсь, данный ролик поможет понять новичкам, с чего можно начать и как зарабатывать стартовый капитал на Королевском континенте в безопасных зонах. Но, друзья, и задерживаться в них надолго не стоит. Мир огромен и в нем масса занятий и активностей, в которых мы можем весело и увлекательно провести время. А также заработать и пообщаться с друзьями во время проведения той или иной активности. Пишите свои предложения, дополнения и вопросы в комментариях. А можем там с вами просто пообщаться или что-либо обсудить. Оценивать же данное видео своим всепродвигающим лайком или нет, решать только вам, друзья. Как и подписываться на канал. Всем приятной игры и только позитива в процессе. Всех братишек и сестренок по-братски обнял и приподнял. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok